Здесь надо подчеркнуть, пока речь идет о работе открытых веранд, кафе и ресторанов. Но заведение общепита после четырех месяцев простоя надеется в скором времени встречать гостей в закрытых залах своих заведений. И продолжают готовиться к открытию. По каким правилам будут работать точки общепита и фитнес-зал, расскажем в следующем сюжете. Мы будем предлагать нашим гостям обязательно померить температуру. Вот таким градусом нет. Почему именно таким? Потому что, в частности, делается бесконтактно. При наводни на руку, нажимаете, и он показывает температуру. Такая процедура станет своеобразным пропуском для югорчан, желающих перекусить в общественном месте. Совсем скоро рестораны и кафе начнут работать в обычном режиме. При этом в каждом из них должны соблюдаться меры безопасности. Впрочем, для работников общепитов это не ново. Ничего практически не поменяется. Мы также будем обрабатывать все поверхности. Также будут обрабатываться тарелки при высокой температуре. Все будет так же. Изменится только то, что официанты будут ходить в масках. Рассадка будет с расстоянием в полтора метра. По правилам, столики расставят на расстоянии полтора метра. Сотрудники будут регулярно менять маски и перчатки, поверхности обрабатывать каждый час, а помещение проветривать несколько раз в день. После каждого гостя столы и стулья будут дезинфицировать. Открытие, конечно, придаст всем новых сил. Все отдохнули. За эти пять месяцев набрались какого-то опыта. Мы много провели всяких разных обучений за этот период. Запустили доставку от ресторана. А сейчас работаем над комплексным приложением для нашей сети. Это расстояние и разметки по полтора метра. Соблюдаем дистанцию. Отдельная зона для тренера. У него здесь свой такой, скажем, танцпол. И, конечно же, мы в первую очередь занимаемся при открытых окнах. Все тренировки проходят при капитальной вентиляции воздуха. Примерно вот так теперь будут проходить занятия во всех фитнес-центрах округа. Владельцы залов и тренеры уже сейчас готовятся принимать первых клиентов. В первую очередь поменяется сам формат занятий. Тренеры будут собирать небольшие группы до трех человек. Больше уже небезопасно. Напомню, расстояние между спортсменами должно быть минимум полтора метра. Соблюдать дистанцию поможет специальная разметка. Особое внимание уделят и санитарные обработки. Сразу после каждой мини-группы делаем полностью обработку. Если это были гантели, инвентарь спортивный рабочий, мы делаем все полностью, проходим антисептиками. Мы здесь все проветриваем. Естественно, сразу начинается обработка пола, обработка ковриков. То есть это все обрабатывается. И 30 минут у нас идет интервал между занятиями. До открытия кафе и фитнес-залов осталось совсем немного времени. Владельцы потратят его на подготовку к приему посетителей. Жители округа ждали этого момента больше четырех месяцев. Кто-то немного потерял физическую форму, а кто-то наоборот соскучился по ресторанной еде. Пусть и с ограничениями для югорчан откроются места, где можно как набрать, так и сжечь калории.